Хэлэг Гимн, третья часть. Элэ, элэ шэабилти тахэд афальпи хэн лойф аль, то, что мы сейчас прочитали, лойф оль элэ ма шэмушраш биришиму. То есть, билти тахэд кав, который них наслэ, тоха решиму, тоха халаль, он воздействует, он отстраивает только все в рамках решиму, в рамках вот того, что есть в этом пространстве. Пируш. Шэ афальпи шэ афальпи шэ амарну ша решит хан хага ба мэ эйнсоф баруху лэфиш лиму то, мы говорили, да, что ришит хан хага, то есть источник энергии приходит из эйнсоф, то есть, хотел сказать, в рамках его совершенства, да, ну то есть лэфиш лиму то, согласно его совершенству, шлему то, полное, да, то есть абсолютно единство и полнота, да. То есть, он уже установил, как газар, да, что от того, что он воздействует до этих, до невраим, до созданных, да, до творений дойдет только то, дойдет это в ограниченном виде. Шэ ву ари шиму, да, то есть вот эта ограниченная форма, она есть решиму. Ва фальпи шэ кавана то, ва фальпи шэ кавана ги ли шлемут, о, кавана, помните, мы говорили, намерение, да, цель, это шлемут, достичь шлемут, совершенства, да, цель, совершенства. Вэ гам амитата паула ги шлемут шэ коль то, вэ амитата паула, да, суть, воздействие, она, в конце концов, совершенна шэ коль то, потому что все есть то. Каналь БСОД, как мы уже говорили, СОД это буквально тайна, СОД это как бы намекает на корень, на принцип. Все, что делает Рахмана, Творец, это все есть добро. Как это понимать, да, то есть это, как это понимать, понимать, мы должны это понять не теоретически, а практически. Глядя в окно, да, скажем так, и вокруг того, что у нас творится, БСОД, и еще он приводит принцип, да, то есть ОДЭХА АШЭМКИ АНАФТАБИ. ОДЭХА АШЭМКИ АНАФТАБИ. Пророки по-разному его переводят, но сейчас я вам покажу, как его переводят. Сейчас, как это убрать, потому что передрок, но я посмотрел. Сейчас, где это у меня, гугл, открылся гугл, да? Да. Сейчас, двенадцать, вот она, двенадцать. И скажешь ты в тот день, благодарю тебя, Господи, за то, что хотя и гневался ты на меня, но гнев твой утихает, и ты утешаешь меня. Ну, это такой перевод, переводик, переводик. Вот. А на самом деле, смысл какой? Я благодарю тебя, что ты наказал меня. Вот в чем смысл. То есть, в конце концов, в конце концов, человек скажет спасибо Творцу за то, что наказал его, за то, что он страдал. Человек за страдания и мучения, он скажет спасибо. Как это понимать? То есть, теоретически понять, когда про другого рассказываешь, это все красиво и понимаемо, да? А когда человека самого касается, как это понимать? То есть, вот это смысл. Сейчас я вернусь. Кианавтаби. Вот. Ну, вот здесь вот сделаем так, да? Вот. Ну, почему не за... Нет. Ну, сейчас, секунду. А вот, не могу включить. Крандаш не включает. О, что ж такое? О, вот. О, ДХ, Ашемки, Анафтаби. Благодарен я тебе, Творец, за то, что ты наказал меня. Буквально Кааста. Кааста разгневался на меня. Разгневался. Разгневался, наказал там до этого и наказал. И послал в изгнание. Да? Пророк и шевр. Бегагия. Адавар литахтоним. Поясняет дальше, да? Мит алэм ашлемут. То есть, вот, понимаете, мы будем каждый раз касаться нюансов. И каждый раз с другой стороны. Мы постоянно подчеркивали, да, что эта система, этот мир, он отстроен в рамках, по принципу Сахар-Ве-Оныш, вознаграждение наказания. И поэтому он имеет иерархический порядок, характер ступенчатости, да? И вот это добро, добро, пока оно достигает, спускается по ступеням к нашему, к нам. Вот этот шлемут, мит алэм, вот он, мит алэм, ну, как бы буквально исчезает. Вот, вот так это подстроено, да, выстроено. И получаем мы то, что закон этого, как сказать, хэээлем, исчезновения, да, удаления, определяет нам получить. Нам, я прости, нам говорят, этому миру. Да, мы говорим пока, поговорим про решиму. Это все, как бы, производное, производное шлемута, совершенство. Пока он спускается. Да, что в конце концов он вернется к совершенству. Да, то есть конец всего это и есть совершенство. Вот, то есть, значит, в конце всего. Так же, как мы должны понимать, да, в конце концов, когда, когда раскроется единство Творца, и когда все вернется к нему, тогда, тогда человек, да, скажет спасибо, спасибо, спасибо Творцу за то, что наказал, за то, что иначе, то есть, то есть, потому что все это ведет, ведет к совершенству. И другой дороги нету. То есть, все, что Творец делает, это все к лучшему. То есть, это оптимальный путь, по которому мы идем. К совершенству. То есть, ладно, я не буду сам себе вопросы задавать. Если вопросы есть, мы тогда... Жизни не хватит. Ну, да, вот. Дальше. Вэгайну. Вэгайну кенешамагам миннагегет этагу. Вот еще раз мы это касаемся. Рак лэфимаши гу. Душа управляет телом только в рамках того, что оно есть, оно есть, да. Уштей гораот лэ иньянзе. Два, два, как бы, аспекта есть в этом, да. Так? Первый. Шэээйн ба им абилтитахлит лэнагег этаришиму мусив бэришиму шумко хадаш. Эйн пиата абилтитахлит лэнагег этаришиму мусив бэришиму шумко хадаш. То есть, с одной стороны, билтитахлит, заходит в ришиму и отстраивает и управляет. И ничего туда он не добавляет. Все, что надо, оно там есть. Только то, что все там заложено, корень, мушраш, это корень, да, все, что заложено, оно, оно реализуется. Вэгам мэ судар аль едо. И тоже отстраивается, отстраивается, да, как сказать, силой эйн соф бароху кав, но ничего там не добавляет, да. Как вот этот один, нужно понимать. Все, что необходимо, в ришиму есть. Да, мы можем сделать реализацию. Все, что необходимо, значит, на тело. Все, что необходимо, в теле заложено. Да, душа только как бы она управляет, да, управляет, отстраивает. Но все, что, все, что необходимо, оно есть в теле. Так. Он дальше говорит. Душа в теле. Душа ничего не мэхадешит. Обновляет. Да, ничего не обновляет в теле, ничего не создает в теле нового. Душа в теле ничего. Только она приводит в движение то, что в этом теле уже мутба, как бы, да, заложено. Я все одними словами переживу, потому что я не знаю, заложено мутба. Тоже слово тева отсюда. Мутба. Вот. Литбоа. Ну, я не хочу сейчас этой самой грамматикой заниматься, да. Вот это вот, понятно. Бет. Второй нюанс. Шэээ нян ги маце га кап шээ линсо в баруху бри шимыл гу ацмо шорэш гуф унышама бэ ла мазэ. И вот присутствие, ну, так сказать, кава, кав, что кав, он присутствует ври шимо, да, он присутствует, что значит присутствует, он здесь ее выстраивает и управляет. Вот эта ситуация, этот закон, этот закон, он реализуется также в том, что существует душа и тело. То есть душа и тело, оно существует так, в той форме, в которой, то есть благодаря тому, что кав заходит в решему. Да, то есть мы об этом и говорили, что уже неоднократно, что Творец так создал этот мир, что мы в нашем материальном мире не имеем возможности постичь духовный мир. Но смотря по сторонам, изучая наш материальный мир, настолько, насколько нам наши мозги позволяют, плюс то, что Творец дал нам тайные секреты, мы вот сможем какую-то модель постичь, как духовный мир, он функционирует и действует. Действует. Так. Сейчас мы... Валькен. Что-что? Валькен. Валькен, микрим шамим, да, то есть эти ситуации, они как бы равнозначны, равны. Поэтому эти ситуации, они равны. То есть как бы... Раба Вадя, а можно вопрос? Конечно. Вот мы сейчас говорим о связи души с материальным телом и о том, как происходит управление. А меня интересует, допустим, вот что. Особая способность воды течь спять, застывать в виде стены, допустим, при переходе Иордена. Это неодухотворённое, это вещество без души. А тем не менее, вот управление идёт тоже под этим кавом. Что его заставляет застыть? Я плохо спросила, непонятно. Нет, вы замечательно спросили. Да, то есть мы сейчас говорим о принципиальных вещах, да. Теперь нам хочется понять, а вот система чудес как работает? Это система чудес, да. То есть это выход за рамки материального мира. Сейчас мы как бы... Даже если мы на вопрос не ответим, мы хотя бы должны разобраться, да. То есть в чём вопрос, да. Вот. То есть, скажем так. Вот только что мы говорили о пророках. Ну, так упомянули это пророчество. То есть это тоже выход за рамки материального мира. То есть, как... Ну, и всё это есть законы материального мира. Да, то есть, как... Вот они есть, эти законы, да, существуют. То есть есть периоды, когда эти законы функционируют. Есть периоды, когда законы... Эта ситуация не функционирует. Но, в принципе, это тоже заложено в реальном мире. Вот. То есть, как работает система, система чудес, система контакта человека с духовным миром, таким образом, чтобы он получал информацию из духовного мира, открывающую ему будущее. То есть, ну, вот как это было во времена пророков, да. Это система тоже, да. Она тоже заложена. То есть, как бы, ну, так по-простому можно связать, что это тоже в силу того, в силу воздействия, взаимодействия, скажем так, КАВ и Решиму. То есть, это источник всего. И источник души, да. И источник, система, она, скажем, более сложная. В принципе, здесь у него, в книге, у Рамхали это есть, да. Вот. Но мы, как бы, должны понимать сам вопрос. Да. Да. Значит, выход за рамки. Вот, то, что Михаил говорил про энтузиазм. То есть, есть конкретные, да, конкретные, как бы, и любой энтузиазм, он и измеряется, да. То есть, вот, пророк. Пророк, когда он учится на пророка, это не просто так человек, вот он пришел и сказал, что он пророк. Вот. Кстати, да, пророк. Наверное, когда человек учится на пророка, он учится находить вот эту линию. Сейчас мы... Да. Он, значит, есть язык, скажем так, есть язык, образы. Это все есть. И у нас тоже информация, даже для нашего образа, что пророки видели конкретно, без вот фантазии. Это схема, техника, как все это работает. Она все дошла до нас. У нас нет пророков, поэтому нам тяжело это на практике применить. Но в теории, насколько это возможно, информация до нас доведена. Вот. То есть, значит, пророк, пророк, то есть, это человек, который благодаря своим усилиям, скажем, духовным усилиям, то есть, как Алексей на прошлый день уточнил, что усилий – это есть исполнение заповедей, других усилий как бы нет. А вот второй определенный образ жизни и все вместе, он выходит, у него, скажем, достигает возможности соединяться с духовным миром. И когда, да, он научится это делать, не у всех это получалось, научится, и пророки, которые его этому довели, они могут определить, да, он пророк, ему можно доверять. Потому что были такие, которые не дошли до этого уровня, так называемые лжепророки. То есть, они думали, что они получают информацию истинную, а получали вот такую, да, скажем так. Были, ну, недоучители, как называют. Ну, я так сейчас простому говорю. Вот, то есть, то есть, и пророков проверяли. Условно сдавал экзамены. То есть, у нас есть законы, у Рамбова приводят законы. То есть, как его конкретно проверяли. То есть, все очень просто. Нам сложно, потому что у нас нет этой практики, да, а тогда было относительно, что просто не понятно. Вот. Так. Запутал только, да? Нет, я, честно говоря, не совсем, я не совсем понял вопрос. И от того, что не поняв вопрос, я не совсем понял, по существу ли ваш ответ. Вот, вы меня извините. Миша, меня интересовало возможности неодухотворенных предметов. Конкретно? Конкретно. Ну, например, когда евреи переходили через Иордан, для того, чтобы войти в Эрец-Исраэль, было сотворено чудо. То есть, они поставили свои скопы в Иордан, в этот момент река встала. Она перестала течь. Ой, блин. Ханна, можно я вас перевью? Я в двух словах скажу так, да? То есть, Ханна интересуется. Мы сейчас говорим о душе и теле. И говорим, что это все в силу того, что есть Кав и Решиму. А как с водой, с материальными предметами? То есть, я хочу сказать, что, скажем так, все в этом мире, оно функционирует вот так, как функционирует в силу того, что есть Кав и Решиму, который управляет этим Решиму, да? Вот. И есть законы управления материальным миром. То есть, сделать так, чтобы вода там превратилась во что-то, или, значит, камни перестали падать, вроде бы они должны... Или солнце остановилось, вроде бы так непонятно, как это происходит. То есть, управление материальным миром за рамками материального мира, как бы, да? В форме чудес. Это тоже заложено в законы материального мира, но в корне это все... В корне, в корне, в корне. Это все задействовано вот этой ситуацией. Кав и Решиму, да? Понятно. Но это же промысел Всевышнего. Да, да, да. О чем тогда мы можем говорить в этой ситуации? Понятно? Нам интересно, как это? Ну, как вы можете в промысел Всевышнего, в механизм его возможностей, или его желания, его действия, как можно в это вникнуть? Я бы это оставил за скобками. Нет, при моем уровне образования, я бы оставил за скобками. Конечно, я... Спасибо Бог, к вам это никакого отношения не имеет. Поэтому я вот... Мы же не говорили, не спрашиваем, как вот падал ман, допустим, с неба. Почему у тебя одна температура была, пока 40 лет ходили изучать... Становясь монолитным еврейским народом. Как в этот механизм можно вторгнуться? Как мы можем? Да, механизм, да. Вне физических каких-то явлений. Вне физических явлений. Вне. Ну вот, как-то так. Поэтому... Поэтому я оказался не совсем понятен вопрос, и, соответственно, ответ на него. Вот, все, Раф, давайте дальше. Будем понимать по мере возможностей. По мере возможностей. Так, четвертая часть. Везе некра кав. Это называется кав. Да, то, что он... Конец мишны, который мы повторили в начале занятия. Это называется кав. То есть луч от него заходит в это пространство. Луч от него заходит в это пространство. Кав, пируш, вот это вот, что значит, кав. Пируш, ма, шеану... Ма шеан омрим... О, покрупнее делает. Ше кав их ихад... Кав ихад немшах... Ме инсов бараху хамакив. То есть эйнсов бараху хамакив, он находится вне. Окружает это пространство, то есть халаль. И оттуда один кав заходит в этот халаль. И отстраивает его, и управляет им. Комо ше цинор эхад... Комо ше цинор эхад... Сейчас карандаш возьму. Комо ше цинор эхад эль тохаханаль. Как один канал... Цинор это канал, труба. Как один канал внутрь пространства. Ше дэрэха цинор азэй ё ред ор энсов бараху... То, что вот через этот канал спускается свет эйнсов бараху благословен он. Лэмаше бе тохахалаль. К тому, что внутри этого халаля пространство. Вэ аль едо миддабэк амациль бенэйцаль. И вот аль едо через этот канал присоединяется творец и творение. Вот слово маациль и нейцаль я перевожу как творец и творение. Через это связующее... Хотел бы сказать звено. Вот это связующее нитка. Вот этот момент связывает творца и творение. Так, вэга иньян гу. В чем суть? Ки гине бихлаль аколи холю гу. Ли йод мабит гам эль паула цулато. То есть... Бихлаль аколи холю гу. То есть вот в рамках всевозможности. В силу всевозможности творца он может... Слово мабит. Мабит это буквально наблюдает. Да? Наблюдает не просто наблюдает, как сторонник наблюдатель. Наблюдает, воздействует. Вот вся терминология свет, сила, взгляд. Это нам говорит о воздействии творца на этот мир. То есть просто мы по-другому не можем как-то сказать. Мы не можем сказать, что он там что-то лепит, строит. Но это совсем уже материально. То есть вот это так называется. Мабит смотрит. То есть что с одной стороны... Как бы... В чем тут нюанс? Нюанс такой, что с одной стороны... С одной стороны, все, что есть в этом мире, это находится в Творце. Да? То есть ничего... Он один, и нет ничего, кроме него. Но с другой стороны, он может как-то извне себя посмотреть на этот мир. Что значит посмотреть? Управлять этим миром. Вот это то, что нам... Извне? Да. То есть с одной стороны, это как бы нам невозможно это... Но вот нам Творец так передал. С одной стороны, Творец как бы... Он является местом всего. Нет ничего, кроме него. И мы находимся внутри Творца. Я не знаю, как это сказать. То есть мы находимся... Ну как, везде сущие. Да. Но с другой стороны, он как бы может вне себя зайти и управлять этим миром, который как бы... В котором он как бы не находится, а удалился. Понимаете? Какой-то нюанс. С одной стороны, он удалился, освободив пространство ограниченное. Опа! И тогда оно ограничено. И он заходит теперь... Теперь управляет этим пространством ограниченным. Но... Как бы то ни было... Может быть, он не управляет, а корректирует? Именно он его отстраивает и управляет. То есть без него оно, как мы сказали, тело и душа. То есть душа... Понятно, да. Ну, да. Вот такой... Это такой парадокс, который нам нужно принять. То есть по-другому это невозможно понять. Но не приняв это... Мы это принимаем. Да, да. Но это нужно принимать. То есть как бы понимать это, что оно... Да, существует такая ситуация. Поскольку появилась эта действительность, ограниченность, ограниченная, да, дэрэх мукбаль, да. И творец на мабит. Мабит это буквально созерцает. Но это неправильно. Мабит значит, что он на него воздействует. Со всей своей неограниченной возможностью. То есть как мы повторяемся обычно. Мы уже говорили, что творец управляет этим решимо в силу своей неограниченной возможности. Мабит это говорит. Да, но тут мы понимаем. То есть вот то, что мы до этого сказали, что как бы все в творце, нет ничего кроме него. А он как бы удалился. И теперь как бы сам себя... Он управляет этим решимо. Агарей, лану, бэхан, шлушадварим. Вот мы должны три вещи понять. Шлушадварим. Сейчас мы их поднимем немножко, потому что они такие. Их надо... Эти три аспекта усвоить. Вот, тем более он так их... Так. Вот они, шлушадварим. Вот, с силой шлушадварим. Так. Ну, для разнообразия возьмем какой-нибудь зеленый. Окей. Шлушадварим. Первое. Ма ше эйнсов по эль лэхи шли муто. То, что он по эль функционирует, действует согласно своего совершенству. О там хадварим адсмам. Ше анахну мы каблим ото бигвуль. Мы их получаем в ограниченной форме. У маши анахну мы каблим, лэхи гвуль. Так. У маши анахну мы каблим, это лэхи гвуль. То, что мы получаем, это мы получаем как бы вот в рамках нашей ограниченности, да? Еще раз. Зеленым, да? То есть маши, то, что маши, он воздействует, воздействует в полной силе своего совершенства. Да? А то, что мы получаем, мы получаем в ограниченной форме. У маши ахоль ехоль мабит эль иньяна дырэха мугубаль ацмо ше анахну мы каблим. Так. У маши ахоль ехоль мабит эль иньян ад дырэха мугубаль ацмо ше ану мы каблим. То есть как бы подсказать. Сейчас, секунду, я посмотрю, как здесь. Значит, еще раз. Первое. Ма ше анахну мы каблим, мы каблим не фигуль. То, что мы получаем, мы получаем, мы получаем в рамках нашей ограниченности. У маши ахоль ехоль мабит эль иньяна хад дырэха мугубаль ацмо ше ана мы каблим. Да, то есть и то, что сам творец, он управляет этим, то есть он управляет. То есть как бы он управляет. Первое. Он управляет, он управляет неограниченной возможностью. Мы получаем в ограниченной форме. И теперь как бы здесь наоборот. Здесь сейчас вот так идет, синим. Вегине хабата абата таколи холе зе гуацино. То есть он здесь переводит это, да, результат. Что это значит? То есть вот это то, что да, творец, он воздействует. Воздействует дырэх ахацинор. То, что мы называем каналы или труба. Шегамагу кав, эйнсов бруху, что это есть кав, эла шеги хабата или решиму, лефима шегу решиму мугбаль. Да? То есть. Значит, вот эта, скажем, трансформация этого влияния, она происходит в результате этого канала. То есть сам луч, который находится внутри канала, он как бы, есть такое сравнение, как луч солнца. То есть это, с одной стороны, луч солнца, а с другой стороны, это как бы и есть само солнце. То есть мы не можем нарисовать ниточку, мы ее воспринимаем как одно целое. Луч солнца. Так? Как же и здесь. Мудрецы, они сравнивают это с лучом. Как луч солнца. То есть один лучик, он заходит, но он воздействует неограниченной возможностью. А вот, грубо говоря, стенки этого канала, они есть так называемый левуш. Левуш – это оболочка. Левуш – буквально одежда. Одежда. И вот это то, что как бы откуда идет ослабление того воздействия, которое происходит, которое воспринимается. Не ослабление, не заслабление, оно не ослабляется. Оно ослабляется восприятием. Вот эта схема, этот механизм, он находится вот здесь. Сейчас продолжим, еще мы повторим это. Так, ума – это у нас какой-то красный. Умаше Ануми Каблим Зе Клалута Решиму. То, что мы получаем, это есть суть Решиму. То есть мы получаем в силу своей ограниченности. то есть мы решиму получает в силу своей ограниченности так и зеленое у нас сейчас секунду вот здесь да маша инсов баруху по эль ото а иньянацмол лихишли муто зэ маши немшахми инсов баруху эль тох ахалаль дэр хацэно да то есть мы как бы три аспекта он здесь подчеркнул да что вот то что мы сверху подчеркнули зеленым да что да инсов инсов воздействует неограниченным воздействием это то что мы зеленым подчеркнули вот и это есть да воздействие но но решиму получает в силу своей ограниченности и как это происходит да происходит это передача воздействия как происходит так происходит через камп через камп да то есть есть камп и как бы канал ценор по которому он спускается в решиму и вот эта схема кав и оболочка да оболочка ограничений так по простому сказать вот она выстраивает всю схему воздействия так сможем мы здесь вот ну еще может быть или мы или здесь остановимся или продолжим сейчас секунду давайте-ка мы сотрем чтобы нам это не мешало давайте да давайте мы по простому попытаемся по простому я пытаюсь упрощать значит то есть как здесь здесь схему воздействия давайте мы чуть-чуть чуть-чуть продолжим еще значит так вот отсюда сейчас Vahayno Vahayno что биток маша аинсов баруху мабит элла да радерах мугбали быхол лихоту так миталэм о метлабэш ма ше ву пуэль ото апаула ацмэ шешем оллитхи шлема то То есть, с одной стороны, он говорит, что он воздействует в полном своем совершенстве на то, что он находится в решиму. И это значит, поэтому это называется цинор. Это канал, у которого есть оболочка, по которому что-то течет, что-то воздействует. И поэтому мы говорим, что свет протягивается по этому каналу. Он идет вот по этому каналу. Внутри него. Вот это то, что сказано. То есть, он получает свет этого канала. И то, что мы сказали, что творец, как бы, да, буквально прилипает, соединяется с творением. Да, то есть, творец, то есть, творение, это продолжение творца, как бы, да. Это деятельность творца. И деятельность творца, да, деятельность творца, да. Он опять подчеркивает, это такая же схема управления, как душа управляет телом. Да, то есть, кто-то уже слышал, что-то нет никакой хеаре, которая подчеркивает телом. Да, то есть. Сейчас, сейчас. Везегу давка аминагек это решиму. Что аминагек решиму? Ор. Ор, который находится в этом канале. Ор управляет решиму. То есть, не что иное, как ор. Тот самый луч света управляет. Управляет. Взгляд управления. Ты уже слышал. Шум гара аминагек говорит. Эла мабит алав. Мабит алав. А цинор. Лефим ашегу. Решиму. То есть, вот этот цинор сам, да, вот эта вот оболочка, она передает в решиму то, что ему положено по возможности получить. А хаоразео гу иньян амит халэф мина решиму шегу лефи лефи ашлемута га эльйон. Да, то есть, сам луч света он соответствует совершенству высшему совершенству. То есть, да, то, что в решиму, это уже с недостатком, с изъяном. Так же самое. Нешама гу аколэ лефи ато ва ашлемут. То же самое, когда вот в душе это все, ато ва ашлемут, все это идет к совершенству в конце. В конце. Сейчас мы дочитаем. То есть, как бы он повторяет, что с одной стороны он воздействует на нас в рамках неограниченной силы. Эла ше эйн ану мы кавалим эла бигвуль, кеколь, ше ая медабар им мошэ. Сейчас он в конце придет пример. Ше ло гая нишма элэ ло а фальти ше гая коль гадоль вэ ло ясав, вэ ло вэ ло ясав, вэ ло ясав. Аль кэн не има ше базэ мидаб кима мацинца. То есть, он другими словами выражает то, что мы говорили, потому что очень сложные вещи. То есть, с одной стороны он воздействует неограниченным воздействием. С другой стороны мы получаем ограниченное воздействие. И вот эта граница, где эта граница передачи, она находится вот в этом канале. То есть, внутри есть, так можно сказать, это ор, который идет от энцов, от бесконечности. А за каналом, за этим левушем, за этой одеждой, за этой оболочкой канала находится Решиму. И Решиму уже получает в силу своей способности. И он приводит в пример Моше. Все в этом мире так работает. На примере Моше, что когда Ашем говорил с Моше, понятно, что как бы голос Творца, условно я так говорю, то есть, то, что Творца был, был, как он, Коль Нишма, несмотря что голос был безграничный, голос был, слышал его только Моше. Голос был безграничный, а слышал только Моше. А другие не слышали, а почему? А потому, что их уровень был другой. Да, Раф, погрузили вы нас. Спасибо. Спасибо большое. Я хотел как лучше. Ну, Раф, я думаю, что у вас это получилось. Не переживайте.